Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне нужно выговориться и понять, как вести себя дальше. Ну, давайте определимся, как вести себя дальше, чтобы что. Мне 34, не замужем, детей нет. Мужчине 36, был женат, есть ребенок. Ну, я думаю, что если вам 34 года и вы не замужем, при условии, что попытки были построить отношения, то очевидно, что у вас это не получается сделать. И если у вас не получается это сделать, то наверняка имеет место быть сценарий, то есть определенная модель поведения, которая мешает вам построить отношения. Вот, это могут быть страхи, это могут быть запреты и так далее, нужно это исследовать. Мужчине 36, был женат, есть ребенок, инициатором нашего общения был он. Окей, хорошо, для вас имеет значение то, что он был женат и у него есть ребенок. Бывшая женила его на себе по залету, когда ему было 23, чтобы отомстить своему бывшему год назад, они развелись. А для чего вы это рассказали? Познакомились с данным товарищем по работе, он написал на рабочее сообщение в мессенджер, потом он добавил в соцсети и завязалась переписка. А вот в этой переписке, которая завязалась, какую активность проявляли вы, как вы в ней участвовали? Как вы себя проявляли? Четыре месяца он был в командировке, все это время мы общались, ждали встречи. Давайте больше про вас здесь поговорим, да? Как именно вы общались, ждали встречи, вот чего вам хотелось, когда вы ждали встречи. Он приехал на неделю, договорились о встрече, встретились, посидели за кофе, он отвез меня домой и сказал, что хотел бы повторить встречу, потом взял весь вечер и на следующее утро говорил, что ему понравилась встреча. Написал, что заберет меня с работы. Ну вот, у меня здесь такое ощущение, что он в вас видит только женщину, которая может понравиться, не понравиться, может устроить, может не устроить. Такое у меня впечатление. Хорошо ли это? Пожалуй, что это ограничивает восприятие человека, это ограничивает восприятие вас и ограничивает восприятие другого человека. Написал, что заберет меня с работы. Вот, опять же, вы пишете то, что он писал и говорил. Нам это не очень интересно. Нам больше интересно то, что вы говорили и отвечали. Как вы это воспринимали. Вот. Потому что складывается чувство, что вы в себе не уверены. Здесь. За час до окончания рабочего дня написал, не жди, не смогу приехать. Пропал на три дня. В сети был, но не писал и не звонил. На четвертый день написал, как дела. Я ответил, и он сказал, что у мамы. Я спросил, а в смысле у мамы? Говорил же, что живешь с родителями. Я ответил, что живет у себя с родителями иногда. Да. Ну вот. Помимо того, что не очень понятен вообще контекст и характер вашего взаимодействия с человеком, да. То есть, что это за общение, как оно складывается, что оно вообще из себя представляет, это взаимодействие. Не понятно. Вот. Тут ощущение, что вы как бы, ну, претензиями предъявляете. То есть, ну, то есть, давите на него. Вот. Вот вы, когда спросили, в смысле у мамы? Говорил, что живешь с родителями. Вот что вы в это вкладывали? Что это было за чувство? Ну вот. Я написал, что не понимаю его, на что товарищ ответил, мне не надо понимать. А вот, что вы вкладывали в не понимаю тебя? Да. То есть, такое ощущение, да, что вы от человека чего-то хотите, вы на человека пытаетесь опрятаться. Вот. Потому что я не понимаю тебя, это ощущение, что я не принимаю то, что ты мне говоришь. Чувство, что не просто, что ты мне врешь, а чувство, что твое вранье для меня чем-то важно. Но. То есть, когда мы зависим от того, правда или нет, говорит другой человек, мы пытаемся компенсировать собственную нечеткость позиции, собственную неуверенность в себе. Я сказал, что может он не будет мне больше писать. Ну вот, опять же, что это за чувство, которое подтолкнуло вас так ответить. Ведь формально ничего плохого не произошло. Он ответил у него проблемы, непростой период, ему нужно разобраться в себе и понять, подходит человек или нет. Если я хочу, могу писать сама свою ревность, я ее только отбалкиваю. Считаете ли вы, что это ревность? Согласны ли вы с ним, что это ревность? Первое. Второе. Ну, как бы, считаете ли вы, что вы на самом деле его отбалкиваете? То есть, что здесь для вас есть проблема. Два дня мы переписывали, затем он опять уехал в командировку, писал еще два дня, а потом пропал. По количеству добавленных соцсетей девушек поняла, что человек зарегистрирован на сайте знакомства. Она шла туда и брату нашла его. Было очень обидно. Попыталась пару раз написать сама, но мне отвечали односложно или не отвечали вообще. Так, значит, он уезжает в командировку опять, пишет два дня и пропадал. Как вы это воспринимаете? Вот у меня такое ощущение, да, что вы от человека что-то требуете, что вы от человека что-то ждете. А вы пишете по количеству добавленных девушек поняла, что человек зарегистрирован на сайте знакомства. Окей. Вы его там находите и вам обидно. Обида это про ожидание. Ожидание это про ваши потребности. А потребности ваши сводятся к данному человеку. Потребность, например, в серьезных отношениях, к которым вы не очень осознаете, что это такое потребность в серьезных отношениях, вот порождает вот эту вот обиду. Потому что вы сталкиваетесь с невозможностью эту потребность удовлетворить. Ну и очевидно, что вас это как-то задевает. Тоже. Как задевает, нужно смотреть. Так, отвечала одна сложная. При этом мои сторис он смотрит туда то же, как выкладывает. Среди назад решила его сторис не смотреть вообще. Я выложила свою с прогулкой, где мне весело. Он посмотрел, тут же удалился в сети, поставил какую-то депрессивную вводку. Сейчас все так же стихи, но он вернулся в город. Историю смотрит. Я молчу. Молчи. Я тоже молчу, так и не понимал, что это было очень обидно. От чего? Вот. Что конкретно вызывает обиду? Как на вас это влияет? Как это изменяет ваше восприятие себя? Вот. Мог бы сразу сказать, что я ему не понравился. Не морочить голову. А почему вы решили, что вы ему не понравились? В то время, думаю, где я побила себя неправильно и чем оттолкнула? Значит, сверхценность здесь для вас человека. Именно поэтому вы так пытаетесь надевать. Потому что человек здесь воспринимается как что-то важное, что вы не хотите потерять. Вот. При этом, как я уже сказал, мне показалось, что вы очень ограниченно воспринимаете себя и его. Вот. Подразумеваю, что наше общение для серьезных отношений он говорит, что хочет семью и детей, говорит, что ему не хватает женского тепла и ласки. Ну, для этого он добавляет большое количество девушек, я полагаю. А вот что такое общение для серьезных отношений, нужно разбирать. Понимаете? Потому что общение для серьезных отношений, это не та история, где вы встречаетесь в четыре, где вы общаетесь в четыре месяца и потом один раз встречаетесь. Вот. То есть тут вы как будто бы немножко, знаете, лукавите. Вы говорите, что общение для серьезных отношений, а сами общаетесь на интернете и видели только один раз. Это помимо того, что сама постановка вопроса общения для серьезных отношений вызывает вопросы. Вопрос вызывает, кто хочет семью и детей. То есть вы не главное. Если у людей в отношениях есть какая-то цель, вот именно цель, например, создание семьи, допустим, то люди выбирают наиболее приятного партнера. Но, понимаете, то есть люди выбирают лучшего партнера для этого. Это такое вот примерно товарное восприятие человека, если хотите. Вот. Устраивает для вас такое отношение? Если нет, то необходимо корректировать восприятие себя. Вот. Увышать самооценку, работать с обидами. Потому что обида это детское чувство, которое возможно тянется у вас из детства. Вот. И дальше уже смотреть. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Угу. Угу. Угу.